В Петрозаводске куда-то исчез газ, голубое топливо неохотно поступает в квартиры горожан. Карелии не нужны лишних 44 миллиона, а Гоголевский мост все-таки могут закрыть. Самые интересные новости за неделю в обзоре прессы. Здравствуйте. В Петрозаводске перебои с газом. Беда, с которой столкнулись хозяева квартир из различных городских районов. Иногда газа нет вовсе, иногда огонек еле теплится. Целый ряд республиканских СМИ отреагировал на эту проблему своими публикациями, но газовики решили не баловать прессу лишней информацией. Проблемы с голубым топливом в центре, на Зарике, на Галиковке, практически по всему городу. По слухам, причиной тому стали неурядицы, возникшие на Кирижском нефтеперерабатывающем заводе, откуда сжиженный газ поставляется в Карелию. Впрочем, это лишь версия. Официальных комментариев в Карелгазе некоторое время избегали, затем выпустили письменный ответ. В настоящее время в республике Карелия по независящим от ОАО «Карелгаз» причинам сложилась сложная ситуация со снабжением населения сжиженным газом. «Карелгаз» заявил, что делает все возможное. Тем не менее, на предприятии признают, перерывы в газоснабжении существуют, но не более чем на 4 часа в ночное время. Официальный ответ «Карелгаза» так и не пролил свет на причину перебоев с газоснабжением. Карелия вернула в фонд ЖКХ 44 миллиона рублей. Деньги были выделены федеральным центром на переселение граждан из аварийного жилья, но республика не успела их освоить. Как сообщает сайт госкорпорации в Карелии, предоставление финансовой поддержки региону было приостановлено в связи с нарушением сроков завершения программы. У Карелии было 4 месяца на устранение нарушений, но республика все равно не успела. Деньги в итоге пришлось вернуть. Почти 44 миллиона вернулись обратно в карман госкорпорации. Прокуратура направила в суд ходатайство о закрытии Гоголевского моста. Администрацию города хотят заставить реконструировать мост до января 2015 года. Если суд поддержит ходатайство прокуратуры, то мост закроют до тех пор, пока городские власти не сделают его безопасным для движения. При этом в администрации Петрозаводска заявили, что будут возражать против данных исковых требований, так как якобы в экспертизе нет выводов о том, что объект должен быть закрыт. Городские власти уверяют, что мост находится лишь в предаварийном состоянии. Мол, запрет движения не требуется. Так или иначе, прокуратура потребовала через суд именно закрыть Гоголевский мост. Как сообщает сайт РК Карелия, на проведение соответствующих ремонтных и строительных работ потребуется около 2 миллиардов рублей, которыми городской бюджет не располагает. Администрация планирует попросить помощи у Минстроя, правительства Карелии и России. Помимо реконструкции, деньги нужны на расселение домов, находящихся поблизости от моста. Жители 53-х квартир должны получить благоустроенное жилье. Мне кажется, что ничего с места не сдвинется, пока не произойдет катастрофа. Мне вот любопытно, а те, кто знает истинное состояние моста, сами по нему ездят? Сортовал, а мост через Ладугу тоже был в аварийном состоянии. Его закрыли и даже разобрали. Обходную дорогу сделали вдоль жизнедорожного полотна, как временную. Мост благополучно разобрали, так он уже два года и стоит. И, судя по всему, стоять так и будет еще лет сто. Интересно, что будет с Гоголевским? Власти Карелии обеспокоены бегством жителей республики в соседнюю Финляндию. Не так давно правительство Суоми заявило, что у них нет никаких территориальных претензий к России. Иначе говоря, никаких действий по возвращению Финляндии к карельских и других территорий, утраченных годы Второй мировой войны, финское правительство предпринимать не собирается. Впрочем, сотни жителей Карелии все для себя решили без дипломатов. Люди и так готовы бежать в благополучную Финляндию. Если в 7-миллионном Санкт-Петербурге в очереди на выезд из России на ПМЖ в Финляндию стоит человек 20, то в 600-тысячной Карелии таковых более 200. Такое заявление сделал глава Карелии на презентации концепции развития республики. По мнению губернатора, подобная ситуация недопустима, и ее необходимо менять. Как менять, вопрос пока без ответа. Вроде бы действовать собираются путем развития экономики республики. Если же у власти не получится, а пока, судя по градообразующим предприятиям в районах, не получается, то в скором времени в Карелии, похоже, останутся только пенсионеры, пограничники и чиновники, а также Ходорковский в Сегерской колонии. На сайте ведомости Карелии ситуацию назвали «бегством мозгов». История с рухнувшей на ребенка скульптурой на набережной продолжается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают в халатности организаторов городского конкурса, на котором была изготовлена и установлена злополучная скульптура. После завершения праздника деревянную конструкцию никто не вывез, а временное ограждение куда-то исчезло. Следователи полагают, что организаторы мероприятия из городской администрации не обеспечили безопасность горожан. В итоге и произошло ЧП. Впрочем, личность человека, который может понести ответственность за случившееся, пока не установлена. В эфире был обзор прессы, в студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова